В областном центре отмечают День Ивановских Святых. Решение о праздновании Собора наших великомучеников сегодня было принято не случайно. 20 июня считается днем образования Иваново-Вознесенской губернии. Ежегодно в этот праздник проходит традиционный крестный ход, в котором принимают участие служители церкви и православные верующие. На Иваново-Вознесенской земле большой праздник, Собор всех святых, которые когда-либо просияли здесь, достигли Царства Небесного, получили теперь возможность и дерзновение помогать нам своими молитвами, своими представителями перед Богом. Этот праздник называется Собор Иваново-Вознесенских святых. Обычно в честь праздника на нашу землю приносится почитаемая святыня. В этом году по благословению святейшего патриарха Московского Евсея Руси Кирилла из храма Христа Спасителя в Ивановскую область был принесен ковчег с частицей ризы Пресвятой Богородицы. Божья Матерь почитается православными как покровительница семейного благополучия, помогающая рождению и воспитанию детей. Просить помощи и поддержки у заступницы пришли верующие всех возрастов. На мой взгляд, то, что достаточно большое количество людей в последнее время старается проявить свою гражданскую и духовную позицию и приходят, чтобы совместно провести богослужение, пройти крестным ходом, это достаточно позитивное явление, поскольку, во-первых, их никто не заставляет этого делать. Это абсолютно добровольное их желание в светском государстве. Но вместе с тем, это не желание показать себя и прийти на какую-то демонстрацию. А это вера, которая подтверждает традиционную духовность русских людей, православных людей. На Болебен также были принесены мощи ивановских святых. Почти все они новомученики 20 века, священнослужители, пострадавшие во время гонений на церковь. Дата смерти многих – 37-й год. Торжественное богослужение не случайно проходило возле строящегося федоровского храма-часовни на площади революции. На этом месте когда-то находился главный храмовый комплекс города Иваново-Вознесенска. И там до сих пор под дорожками и клумбами покоятся тысячи христиан. Это было очень большое кладбище, которое как раз и примыкало к комплексу Христо-Возвиженского храма города Иваново-Вознесенска. Церковные службы пройдут в течение ближайших трех дней в Иванове к Генишмейшуе. Для постоянных прихожан православной церкви этот праздник особый и глубоко почитаемый. Остальные жители региона вряд ли знают об истинной сути происходящего вокруг. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.